Здравствуйте, дорогие друзья! Я Виктор Валентинович Александров, методист Калужского экологического центра. Наш канал посвящён экологическим исследованиям, которые можно проводить в том числе и в школьном возрасте. И сегодня мы поучимся искать и анализировать архивные данные о погоде. Понятно, что метеорологические данные — это один из важнейших видов информации об окружающей среде. Если у вас есть наблюдение за сроками появления растений, животных в каком-то месте в разные годы, то рано или поздно возникнет необходимость объяснить различия, например, между годами или сравнить ваши данные с фенологическими наблюдениями других людей. Где здесь сезонные ритмы, которые достаточно жёстко регулируются длиной светового дня, а где более быстрые изменения, более быстрая реакция организмов на погоду. Также вы можете проводить собственные метеорологические наблюдения. Сейчас доступны портативные метеостанции, но даже и просто термометр, установленный в определённом месте, если вы регулярно снимаете температуру, может позволить характеризовать метеоусловия в этом месте. И, возможно, вы хотите сравнить ваш микроклимат или местный климат с данными на ближайшей метеостанции. Поэтому информация о погоде на пунктах государственной сети, метеонаблюдение нам, конечно же, интересно. Если в сайтах с прогнозом погоды недостатка нет, то с архивными данными, с наблюдениями, снятыми на метеостанциях за тот или иной период времени, не так просто. Наиболее подходящий сайт, который я нашёл, называется «Расписание погоды РП-5». При первом пользовании он автоматически определяет ваше местоположение или предлагает это сделать. Поэтому для нас уже определён город Калуга, откуда я веду сегодняшнюю трансляцию. Сначала предлагается страница с прогнозом погоды, как, в общем-то, и на других сайтах. Нам более интересен архив. Для города предлагается метеодатчик «Аэропорт». Но наиболее интересные данные метеостанции, которые входят в государственную сеть, имеют соответствующий номер. И, как указано, наблюдения доступны с 2016 года. Есть несколько вкладок. «Смотреть архив погоды». Здесь можно посмотреть данные за сутки, неделю или 30 суток. Здесь имеется расшифровка условных обозначений, заголовков столцов, температура, где какое давление, где общая характеристика погодных условий. Но, как вы понимаете, 30 суток – это мало. Кроме того, в браузере, конечно, неудобно данные анализировать. Поэтому более интересна для нас вкладка «Скачать архив погоды». Здесь также можно выбрать диапазон дат и, как видите, формат вывода. Excel или CSV файлы, с которыми работают электронные таблицы и многие компьютерные программы. То есть их достаточно легко просматривать и анализировать. Давайте мы проанализируем данные, например, за 2018 год. Выберем начальную точку 1 января и конечную точку. И нажимаем выбрать файл архив, скачать. Иногда возникают определенные некоторые технические сбои с получением архива. В этом случае вы пытаетесь заново использовать, заново скачать соответствующий файл. Скачанный архив мы разархивируем любым соответствующим приложением. Далее можно открыть его при помощи электронной таблицы Microsoft Excel, при помощи соответствующего приложения в пакете OpenOffice, LibreOffice. Но поскольку у многих на компьютерах соответствующие программы не установлены, то сегодня мы посмотрим данный файл при помощи Google Таблиц. Для пользования Google Таблицами достаточно завести аккаунт в Google и зайти в инструмент, который называется Google Диск. Желательно, конечно, сразу систематизировать данные в соответствующей папке. Переписываем на диск скачанный файл. Сначала при первом щелчке предлагают, открывают в режиме просмотра. Это полезно для того, чтобы понять, что находится в том или ином файле. Но работать мы будем при помощи приложения Google Таблиц. По-английски Google Sheets. Как вы видите, все достаточно понятно. На русском есть пояснение, что это за данные. Единственное, электронные таблицы, кто с ними сталкивается, все-таки неудобно работать, когда сверху есть какие-то еще строки, выбивающиеся из общей системы колонок. Поэтому давайте верхние строки мы вырежем и вставим в отдельный лист, так же, как и в Excel, кнопку плюс добавить лист. Сохраняем его в требуемом формате. Вставляем. Давайте переименуем этот лист, например, мета-дата будет. Ну, а пустые строки удалим. Теперь у нас достаточно большая таблица. В общем-то, видим, что каждые три часа снимаются данные по температуре, ну и другим метеорологическим параметрам, расшифровку которых мы при необходимости можем посмотреть на сайте в соответствующей вкладке. Ну, как, поскольку таблица большая, то при пролистывании строк заголовки теряются и иногда возникает, неудобно бывает, вспоминать, каждый раз пересчитывать, что означает тот или иной столбец. Поэтому целесообразно закрепить верхнюю строку, которая содержит заголовки наших столбцов. Для этого есть вид закрепить и в данном случае одной строки достаточно. Ну, также можно обратить внимание, здесь в конце находится, начинается таблица с последних по времени дат. Все-таки человеку привычнее смотреть с более ранних, поэтому можно отсортировать. В данном случае мы щелкнули на колонку А, и по ней отсортировался лист. Так что теперь сначала идут самые ранние даты, то есть 1 января. Друзья, для анализа колонки, конечно, должны быть представлены более дробно. Здесь мы наблюдаем и дату, и время в одной колонке. Возникает, например, задача выбрать наблюдение за разные даты, но в одно и то же время суток. Поэтому нам целесообразнее разделить эту колонку на две. Ну, вначале мы вставим пустой столбец, теперь выделяем необходимый нам столбец с данными, и во вкладке данные имеется такая команда, как разделить текст на столбцы. Разделитель предлагает определить автоматически или выбрать какой-то знак. В данном случае дата и время разделены пробелом. Мы этот знак выбираем. Я ни одного здесь не учел. Заголовок в данном случае содержит больше пробелов, чем сами данные. И поэтому помимо пустого столбца было задействовано еще несколько столбцов, и в результате исчез столбец температуры. поэтому давайте мы это сейчас отменим. Сразу заменим заголовок столбца дата время. Еще раз разделяем. И вот действительно время переместилось в отдельный столбец. здесь осталось у нас только дата. Кроме того, мы можем и более детально разделить столбец дата, поскольку фактически он содержит три признака, три ряда перемен ряда значений это год, месяц и собственно число даты. Поэтому мы можем оставить столбец и исходный, поскольку тогда удобнее, красивее в таком виде дату представлять, но для анализа удобнее, когда она разбита более дробно. Поэтому просто копируем, вставляем. Теперь давайте вставим три пустых столбца. выделимся на один по одному и разделим второй столбец дата на годы, месяцы и часы. Разделите здесь уже другой внутри даты это точка. Можем записать день заголовки месяц год в столбце конечно у нас всего два я сказал три поэтому пустой столбец нам не нужен получили таблицу которую уже удобно анализировать в следующем видео уроке мы построим график визуализируем эту таблицу для данного населенного пункта. Спасибо за внимание успехов в самостоятельной работе с данными которая вне зависимости от погоды на улицах остается с нами.